Это проект «Звуки Владивостока» и это направление создать акустическое и визуальное портрет в городе. Цель – работать с многими музыкальными группами и институтами, как и с индивидуалами из города, которые стоят для их идентификации. Это проект, который называется «Звуки Владивостока» и который представит собой некоторую попытку создать звуковой, а также видеопортрет нашего города. В нем примут участие группы, институции, а также персонали города, которые очень характерны для города. В результате будет в виде музыкального фильма, который будет в виде портрета города. Он будет направлен в виде человека, который снова здесь, под камерой, это Костис Николас. И в то же время не только музыкальные группы, но и характеристические звуки и звуки из города которые будут проводить. Результатом данного проекта станет фильм, музыкальный фильм, который будет снимать Костис Николас, который сейчас за камерой. Фильм будет включать в себя не только выступления каких-то групп, но также и характерные звуки, шумы, которые производит город. Мы уже несколько раз провели встречи, возможно, вы узнаете человека справа. Этот проект имеет очень сильный аспект для поддержки. И от этого мы хотим отметить, что мы сделаем открытый звонок для этого проекта. Для этого проекта очень важна вовлеченность жителей города. Поэтому сейчас мы хотели бы, были бы рады анонсировать набор информации, прием заявок от всех желающих, кто хотел бы поделиться своими идеями, своими аудио- или видеозаписями, или просто наводками на место, которое, как им кажется, наиболее хорошо представляет Владивосток в музыкальном и звуковом смысле. Я думаю, мы сейчас поподробнее, может быть, об этом расскажем, о том, что уже собирается быть вовлеченным. Кто-то будет объяснить, как и где-то, где-то и где-то, 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 где-то. Да, пока мы не стали вовлеченным местом, мы были на несколько местах, мы провели несколько людей, парни, группы, по-друге многие люди, Мы также будем посетить их и узнать, что они делали, в любом случае. И что мы делали до сегодняшнего дня, мы были вокруг города, до сих пор. Мы записали снег, мы записали, конечно, на арбор. Потом, где они производили картофель из моря. Мы были в машине, мы были в бункерах, где развертали, на поле, на берегу. Русский берегов. Палет очень большой. Сейчас мы просто собираемся собирать материалы. Я бы хотел бы вас приглашать. Мы были в целом контакте. И сегодня мы пригласили, чтобы вы проследили праздник. чтобы передать нам свои предложения, свои идеи. Мы собираемся создать большую книгу, которая будет в конце также доступна, только из-за звезды, и мы выберем те, кто создает гармонию в целом письме, потому что наш цель не создает лексиконные звезды, но создает, в конце концов, письма, которая состоит из Владивосток в очень поэтом виде. До сегодняшнего дня мы посещали разнообразные локации в Владивостоке, встречались с людьми, с группами, с организациями, с симфоническими оркестрами, группами, которые исполняют традиционную музыку, рок-группами, барабанщиками. Также мы планируем поездку к народности УДГ, узнать, как у них обстоит с народной музыкой. Пока мы делали съемки, например, в районе маяка, записывали звук, как хрустит снег на льду. Конечно же, мы делали записи в порту во время разгрузки и погрузки грузов, записывали звуки падающих капель в бункерах в самом конце острова Русский. И сейчас мы бы хотели сказать, что мы очень ждем вашего содействия и ждем, что вы расскажете кому-то еще из своих знакомых о том, что такой проект существует. И надеемся, что вы захотите также принять в нем участие. В итоге будет создана большая библиотека звуков, из которой уже будут выбраны те, которые войдут в финальный фильм. Поскольку, конечно, для нас интересно собрать как можно больше материалов, но, с другой стороны, это, конечно, должно гармонично вписываться в финальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok